Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И так, очередной выпуск, очередной радиоблог. С чего бы я его хотел начать? Как всегда, напомнить о том, что выходят новые материалы у нас бесперебойно, два раза в день на нашем основном сайте, общественно-политическом, континент-веси.ком. Я рекомендую прочесть статьи, которые пишут наши авторы. Это эксклюзивные материалы, нигде в другом месте вы их не прочтёте, разве что, если у нас кто-то их перепечатает. Сегодня у нас статья, допустим, Дмитрия Гаранина, сегодня у нас материал Якова и Тельсона. В общем, есть что почитать. Естественно, основная тема – это война в Украине, которая происходит. И вокруг этой темы, естественно, много материалов и, соответственно, мнений, которые, в общем-то, укладываются практически в одно. Идёт агрессия из России, а Украина пока мужественно отбивается и в ряду защитников. В общем-то, наш коллега сейчас, журналист, писатель Сергей Лойко, я всячески рекомендую вам посмотреть сегодня, я думаю, мы успеем поставить этот репортаж, который утром сделала Елена Пригова. В общем-то, Сергей находился на передовой. И, в общем-то, с передовой он нашёл полчаса, чтобы сделать это интервью. Я тоже это вам говорю не просто так, а для себя отметьте, что именно в континенте, именно у нас выходит то, что, скорее всего, вы не увидите в другом месте и не услышите. И самое главное – это та правда, которая, опять же, вам не будет доступна, особенно из тех каналов, которые, слава богу, уже закрываются и не вещают в нашей стране. Вот такое небольшое вступление, а сейчас с моим тёзкой Игорем Туфельдом из Бостона мы продолжим разговор. Но я думаю, мы перейдём всё-таки на американскую тематику, потому что хотелось бы у Игоря узнать, какие его текущие, самые последние новости были на сей час. Это во-первых. А во-вторых, чтобы он дал оценку коллегам, республиканцам, которые так или иначе высказываются о войне в Украине и высказываются иногда таким образом, что у нас возникает очень много вопросов, причём нелицеприятных. Игорь, привет. И я даю тебе слово. Привет. Но, к сожалению, Игорь, ты в чём-то прав, хотя не во всём. Но начну, наверное, с Такера Карлсона, о котором сейчас постоянно всех говорят. Причём на самом деле это не просто выступления, которые используются в пропагандистских целях в России, на тех каналах, которые сейчас здесь уже пытаются каким-то образом заблокировать, но и потому, что его выступления используются также и противниками республиканской партии. То есть вот сегодня, например, я слышал, как ему перемывали косточки в этой известной программе «Вью». Взгляд с Вупи Голдберг, которую, как мы помним, недавно совсем на две недели отстранили от эфира, потому что она говорила какие-то нелицеприятные вещи в отношении Холокоста. И, в общем, довольно серьёзная такая атака была. Причём, как это всегда бывает, особенно на таких каналах, как ABC, CNN, MSNBC и так далее. Всё это используют не только про Такера Карсона, а вообще про каналы Fox, про каналы One American News и, естественно, про республиканскую партию. На самом деле эта информация полностью не соответствует действительности, о чём, собственно говоря, и надо говорить не только в нашей программе, но и вообще. Дело в том, что как раз не далее, чем в пятницу, 42 сенатора-республиканца из 50, то есть это довольно большое количество, подписали петицию к президенту США Байдену с требованием разрешить поставки истребителей на Украину. То, о чём постоянно требует президент Зеленский. Поэтому выступление Такера Карсона, в общем-то, на самом деле, у меня нет никакого объяснения, кроме, пожалуй, одного. Появилась информация о том, что Карсон в ближайшие годы, речь не идёт о 24-м годе, когда будут выборы в Белый дом, собирается баллотироваться президентом Соединённых Штатов Америки. Я не связываю эти две информации. Во-первых, эта информация тоже пока ещё не окончательная, как мы знаем. В общем-то, на сегодняшний день рано говорить о том, что будет там в 28-м году или даже в 32-м году. Но, по крайней мере, какие-то политические амбиции о политической карьере у Такера Карсона уже проявлялись довольно давно. Я не знаю, чем ему это может помочь, но, по крайней мере, вот такие заявления с точки зрения человеческой логики просто необъяснимы. Возможно, он рассчитывает на какую-то свою аудиторию, хотя, на самом деле, на сегодняшний день, мне кажется, что как раз вот эта пропагандистская кампания, которая идёт в поддержку Украины, она, собственно говоря, внепартийна. Хотя демократы, как мне кажется, делают больше для того, чтобы противодействовать какой-то помощи. То есть, все вот эти высказывания президента Байдена в отношении того, что инфляция, повышение бензина и так далее, всё это только благодаря России. На самом деле, никакой связи с этим нету. И на эту тему тоже ведутся разговоры как раз на канале Fox и на канале One American News. И дело тут совсем в другом. Просто эту информацию, эту лживую информацию используют левые каналы, опять же, для того, чтобы дискредитировать республиканскую партию. Или, по крайней мере, оправдать поведение президента Байдена. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Почему это никоим образом не связано с Россией? Дело в том, что, как мы знаем, в январе 2021 года, когда Байден стал президентом официально, одним из первых его указов был указ о закрытии нефтепровода Кейстон, который, кстати говоря, на сегодняшний день он не собирается открывать вообще. Причины неизвестны. Какие-то каналы передают о том, и прежсекретарь Байдена Джин Псаки говорит о том, что Кейстон еще не был готов к эксплуатации. Байден говорит, что он вообще был готов на 21%. То есть эта информация явно не соответствует действительности. Хотя бы из-за того, что цены начали подниматься еще до начала войны. На бензин и на газ тоже, потому что даже было предупреждение еще где-то в октябре месяце, когда вообще о каком-то конфликте даже и речи не было. И в этой ситуации, например, многие американцы, особенно те, кто живет на восточном побережье, и нас в районе Чикаго, Милуоки, получали письма от газовых компаний о том, что в этом году газ подорожает, чтобы люди заранее были готовы к тому, что цены вырастут в среднем на 30%. То есть это тоже никоим образом не связано с Россией, а связано опять же наоборот с Байденом, потому что в той ситуации, когда тоже одним из его первых указов было снятие санкций с Северного потока, это способствовало тому, что американский газ, в принципе, тоже, газовая промышленность тоже, в общем-то, находится в определенном состоянии, когда под эгидой, опять же, я хочу повторить, это очень важно, под эгидой борьбы за экологию, то есть зеленая такая экономика, которая сейчас очень популярна в Европе и стала популярна благодаря Байдену в Соединенных Штатах Америки. И, кстати говоря, в связи с этим я хочу просто сравнить два действия двух президентов, Трампа и Байдена. Трамп, как известно, вышел из Парижского аккорда, вот этого такого, я бы сказал, авантюрного соглашения, в котором Америка несет ответственность за борьбу за экологию во всем мире, то есть это сокращение газовых и нефтяных ресурсов, это переход на электрические двигатели и так далее. Много есть всяких там ограничений, но главное, что Америка должна большей частью финансировать исследования, которые проходят в других странах. Трамп из этого вышел, потому что он заявил, во-первых, его обвиняли в том, что он борется с вот этой проблемой экологии, а на самом деле он заявил о том, что он хочет, чтобы экологией занималась каждая страна в отдельности. Америка — это отдельная страна, которая будет заниматься своими проблемами и не может финансировать другие страны. А Джо Байден решил, наоборот, тоже одним из первых его решений было возвращение в экологическую, авантюрную парижскую конвенцию, и, в общем-то, вот результаты мы видим. Они никоим образом не связаны ни с Россией, ни с войной на Украине, ни тем более с поведением президента Путина. Причем здесь я хочу сказать, чтобы меня просто люди послушали внимательно и не обвиняли меня в том, что я поддерживаю Путина. Я говорю открыто, я его не поддерживаю. Я считаю Россию страной-агрессором. Я об этом говорил и буду говорить. И, в общем-то, в этой ситуации, если кто-то меня недостаточно хорошо понимает, я считаю важным это уточнить, прояснить и сделать так, чтобы люди не писали в своих комментариях, что я поменял свою политическую ориентацию, я не поменял свою политическую ориентацию. А другую? И все остальные ориентации тоже. Хорошо, я рад за тебя, Игорь. Хорошо, я согласен, что напрямую то, что происходит, не завязано на войне, которая начиналась, но заметь какие-то вещи, которые к этой войне подвигало, в том числе вот интересное замечание, мы не раз говорили, что возможен даже какой-то определенный сговор. Естественно, у нас нет на руках прямых доказательств этого сговора, но тем не менее мы понимаем, что к ноябрю месяца администрация Байдена приходит не в лучшем состоянии, это очень-очень мягко сказано, и в экономике, и в международных делах, в чем угодно. И соответственно, как когда-то президенту Клинтону понадобилось неким образом перевести стрелки, так Байдену крайне было нужно тоже это сделать. Предположить, зачем нужно было в этот момент Путину в эту авантюру влезать, трудно, но тоже можно, учитывая позорища Америки в Афгане и лидеров, которые сейчас в Западной Европе. Он решил блицкригом решить свои вопросы, которые уже явно не решит, и не решит никогда в принципе. Ну вот смотри, как ты думаешь, все-таки, как бы ни было, давай отрешимся от того, что происходит на театре военных действий там, поведение администрации в данном случае, которая все-таки диктует, как НАТО поступить, на твой взгляд оно как-то релевантно, или все-таки это опять, условно говоря, затяжка, чтобы стороны те в еще больший конфликт, и чтобы это противостояние долго и долго продолжалось. На радость я не знаю администрации Байдера. Мне кажется, что это не специальное, неумышленное затягивание, это просто элементарный страх перед страной-агрессором. Причем здесь я хочу пояснить, что прежде всего речь идет о вот такой вот формулировке «закрытое небо». Я разговаривал с военными, разговаривал с специалистами в этой области, и, собственно говоря, у меня тоже есть какая-то информация в этом вопросе. На самом деле Путин заявил о том, что если НАТО закроет небо над Украиной, это будет означать для него декларацию войны. А здесь стоит... Заметь, в чужой стране. Да, в чужой стране. В чужой стране. В чем, собственно, смысл всего этого и заявления Путина, и заявления Столтенберга, который, в принципе, с этим согласился. То есть его поставили перед фактом. Не Столтенберг поставил Путина или Кремль перед фактом, а наоборот, Кремль поставил Столтенберга перед фактом. Если вы это сделаете, значит, война, все. Значит, вы развязали войну и так далее. В общем, пропагандистская машина будет работать в таком направлении совершенно без всяких перебоев. На самом деле, когда закрывают небо, это означает, что пространство, воздушное пространство полностью закрыто для любого перемещения там. То есть все, кто его соблюдает, остаются в полной безопасности. Гражданские и торговые самолеты во время ведения военных действий не летают над этими районами, так что здесь речь идет только о военных самолетах. Если какая-то страна решает нарушить это правило, то самолет, истребитель, любой объект, который поднимается в воздух, включая ракеты, вертолеты и так далее, моментально уничтожается. Значит, в этой ситуации происходит, в принципе, похожая ситуация с охраной государственных границ. Когда на государственной границе нарушитель знает, что переход границы граничит с серьезными опасностями, в худшем случае его посадят на 15 лет, вернее, в одном из, так сказать, в лучшем случае ему удастся перейти, если ему не удастся перейти, его посадят, арестуют, посадят лет на 15, а в худшем случае его просто убьют во время пересечения границы. То есть те люди, которые считают, что они могут рискнуть, они рискуют. Но в любом случае нарушителем этой конвенции станет та страна, которая нарушит это правило закрытого неба. И, по сути дела, Кремль дал понять Столкенбергу, что вы можете делать все, что угодно, мы все равно будем там летать, вы нас будете сбивать, а тогда мы объявим вам войну. Игорь, ну это выглядит совершенно дико, учитывая, что если бы разговор шел о закрытии российского неба, да, российского, ну это да, это практически война, это понятно. Но разговор идет о закрытии неба соседнего независимого, подчеркиваю, государства. Как же тогда это воспринимать? Воспринимать это можно таким образом. Это действительно отдельное суверенное государство Украины, на котором в данный момент находятся российские войска. Поэтому, которые, естественно, применяют все свои возможные арсеналы, которые, как говорят у них на сегодняшний день, с этим очень серьезные проблемы. И, в общем-то, в этой ситуации, по сути дела, НАТО становится на сторону страны-агрессора. Ну, практически. Игорь, представь себе, а завтра, как говорится, без всякой паузы долгой, допустим, решат защитить своих русских соотечественников в той же Риге. Рига, то есть Латвия, они находятся в НАТО, так? И также Кремль объявит, что бесполетная зона в том месте, куда уже вошли наши войска, будет выглядеть, как агрессия против нас, против России. Ну, это не совсем так. Я бы не стал бы здесь утрировать, потому что так можно дойти вообще до русских соотечественников. В Америке тоже, и в Израиле. Совершенно верно. В Германии. Конечно. И во Франции. Вообще, в Западной Европе много русскоязычных граждан? Ну, ты почитай. Дело тут вот все. В русском мира там то все нормально, там все прописано. Я просто хочу тебе сказать такую вещь, что здесь Латвия и вообще Прибалтика находятся в составе стран НАТО. Так что, если кто-то захочет защитить там граждан России или русскоязычных жителей этих стран, которые, я не уверен, что нуждаются в защите чьей-то, то на самом деле это уже будет объявление войны всему блоку НАТО, который насчитывает 30 стран. И, правда, уже были заявления, допустим, о Хорватии, которая сказала, что она не будет принимать участие в военных действиях. Но, кстати, здесь я хочу напомнить историю, которая была во время американской операции «Буря в пустыне» против Ирака, когда Израиль обстреливали ракетами. И, в общем-то, в этой ситуации была создана... Причем там все началось с захвата Кувейта и других военных действий со стороны Ирака, который тоже, кстати говоря, проводил военную операцию. была создана военная коалиция, которая включала в себя армии арабских стран. И в этой ситуации эти арабские страны поставили ультиматум, что мы будем воевать против Ирака при условии, что Израиль не будет принимать участие ни в военных действиях, ни на осень, никакие ответные удары по Ираку. И в Израиле приняли эту позицию. Она называлась политикой сдерживания. И, несмотря на то, что Израиль обстреливали ракетами «СКАД», если не ошибаюсь, 42 ракеты были выпущены по территории Израиля, Израиль выполнил свои обещания. Игорь, по имя общего дела Израиль поступился немного своими интересами, но в любом случае это же было так или иначе на пользу сделано. Ну, естественно, да. Но на самом деле там тоже были различные вещи, когда израильтяне вместе с американцами, во-первых, они передавали им разведданные, то есть они как бы все равно принимали участие в этой операции, но об этом все закрывали на это глаза, скажем так. Отсказать как бы инсайдеры, но не именно конкретно своими подразделениями Цахала, допустим. Да. То есть вот в том-то и дело, что прецеденты существовали, и поэтому, когда сейчас некоторые аналитики говорят, ну как же так, вот эти просьбы уже буквально в эпиет Зеленский и другие политики украинские, помогите же нам, закройте небо, это поможет нам в общем-то решить эту военную кампанию в свою пользу в какой-то степени, да? Или, по крайней мере, добиться прекращения огня. Да, потому что... То есть это может быть вообще рассматрено как чисто гуманитарное, гуманитарный акт со стороны НАТО. Ведь это же, когда кто-то там пытается сказать про фейки, вот это негодяи, которые говорят про фейки, когда показывают, что сделали с Харьковом, да? Разбомбленный город в руинах, ну или там, Мариуполь и другие. И вот это показывается и говорят, это все, это все так на потребу западному зрителю-слушателю, а на самом деле мы не трогаем ни мирное население, оно нас встречает хлебом-солью, девушки пляшут и так далее. Русский солдат-освободитель пришел освобождать от нацистов Украину. Замечательно все. Ну вот я могу сказать, что иногда мне кажется, что в Кремле просто у людей какое-то забытье, что они потеряли ориентацию во времени и им кажется, что они освобождают Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Правда, тогда почему-то они не проводили никакие военные операции и Киев, Украину освободили каком 43-м или 44-м году. Ну, да. Ну, ладно, так или иначе все эти исторические аллюзии мы еще успеем высказать, а пока небольшая реклама и оставайтесь с нами во второй части. Вы можете задать вопросы, большая просьба быть очень короткими, потому что я хотел бы больше слушать нашего эксперта, сегодня приглашенного, нежели длинные-длинные комментарии. Ну, вы меня поняли. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Возвращаемся в программу радиоблог с Игорем Цесарским. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И если не возражаете, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Веден за месяц примерно до начала военной виссии в Украине предупрежал о начале войны и для чего он посылал директора ЦРУ в Москву для того, чтобы договориться с Путиным или все же скоординировать свои действия, чтобы помочь силам себе нас. Потому что рейтинга было слишком мало на тот момент. Спасибо за вопрос. Игорь, пожалуйста. Ну, на самом деле здесь есть много всяких таких подводных камней, как я бы сказал, потому что действительно, если мы будем просто немножко пофантазируем, я даже не хочу говорить, проанализируем, потому что это не анализ, а скорее фантазия и спекуляции. Вообще было очень много странного. Например, Лавров с Блинкиным при первой своей встрече в самом конце переговоров отправили всех переводчиков и всех присутствующих журналистов из комнаты остались наедине, разговаривали там 15 или 20 минут, о чем они говорили непонятно. Когда Россия потребовала ответа от Соединенных Штатов Америки и от НАТО, Блинкин сказал, что ответ будет предоставлен, ну, чуть позже, чем они просили, речь идет о декабре, о декабре месяце, но просил, вернее, не просил, даже настаивал на том, чтобы содержание этого ответа американского оставалось засекреченным. Собственно говоря, так оно и было. Здесь тоже есть несколько вариантов развития событий. Если договор не устраивал бы Соединенные Россию, то, скорее всего, они все-таки высмеяли бы каким-то образом или использовали пропагандистских целях и заявили бы, что скажем, вот мы там говорим о том, о том, о том, а нам отвечают вообще какое-то посмешище. Никакой реакции со стороны России тоже не последовало. Значит, по сути дела, что-то в этом ответе было приемлемо для России и для Кремля. Опять же, чисто историческая аналогия, мы знаем о том, что в 1939 году Советский Союз и Германия заключили пакт о ненападении. Это было 23 августа. Но кроме этого пакта существовал еще секретный протокол, так называемый документ Риббентропа-Молотова, где было оговорено вторжение Германии в Польшу, а России оккупация Прибалтики и Приднестровья. В общем-то, в этой ситуации можно предположить, вернее, не можно предположить, просто я говорю опять же, спекуляции, фантазии, как угодно, что, возможно, в ответе Блинкина содержались какие-то условия, которые России, ну, если не давали карт-бланш, ну, по крайней мере, обещали, что особого вмешательства не будет, что, собственно говоря, мы видим до сих пор. Более того, стоит отметить и то, что последним человеком, который противостоял отмене закупки нефти у России был именно президент Байден. То есть, все это стояло на самом высоком уровне. Уже даже когда сенаторы-демократы, включая даже такую экстравагантную даму, как Нэнси Пелози, обратилась к нему с этой просьбой, все равно он продолжил настаивать, но в конце концов вынужден был сдать свои позиции. Игорь, извини, есть звонок, может, мы примем, потом продолжим этот ответ. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела коснуться именно бесполетной зоны. Вот, бесполетные зоны существовали в Ираке, и бесполетную зону строил Эрдоган, когда сбил два российских самолета, которые как бы там немножко залетали и летели бомбить союзников Эрдогана. И Путин обещал ему помидорами не обойдется, и все-таки он помидорами обошелся. Ничего он ему не сделал. Абсолютно. То есть Эрдогана он боится. И поэтому я думаю, что можно было через Эрдогана хотя бы передать Украине эти самолеты, которые все так боятся передать. Так боятся прямо дрожат. Я не понимаю, это по-моему Хитлера они так не боялись, как они боятся Путина. Вот мне это непонятно, вот это вот явление. Может вы можете объяснить. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Ну, во-первых, я скажу, что для того, чтобы передать истребителей через Эрдогана, надо спросить самого Эрдогана. Согласен на такую сделку или нет. Он, в общем-то, находится тоже в такой ситуации. Ну, конечно, человек тоже авторитарного склада, политик, который тоже пытается там руководить Турцией в тоталитарном плане. Но дело не только в этом. Во-первых, Турция это страна, которая входит в состав НАТО этого военного военного альянса, поэтому в этой ситуации это тоже может быть рассмотрено как применение пятой статьи НАТО, которая гласит о том, что если принимаются какие-то военные действия против одной из стран, входящей в состав этого альянса, то это одновременно означает, что все 30 стран принимают участие в соответствии с уставом НАТО. Опять же, здесь существуют еще и другие вещи, что на самом деле не только Соединенные Штаты отказали в поставке МИГов, но и НАТО. То есть, по сути дела, Эрдоган не может собственноручно отправить эти самолеты на Украину. Кроме всего прочего, поляки собирались сделать это, причем было несколько вариантов, они приглашали украинских пилотов для того, чтобы они на этих самолетах перелетели через границу, но и это, по сути дела, на это решение тоже было наложено вето, так что здесь дело не в Эрдогане, не в Турции, а в отношении закрытого неба, ну, что здесь можно говорить? Вообще существует международная конвенция, которая гласит о том, что если даже гражданский или грузовой самолет случайно падает на территорию другой страны, то вначале с ним связываются, и если этот самолет не отвечает, то его начинают сопровождать истребители, и в конечном итоге сбивают, как это было с корейским самолетом, который попал на территорию Советского Союза, такие же случаи были и с ливанским самолетом, который попал на территорию Израиля, это международная конвенция, так что здесь речь идет только о военных самолетах и о заранее предупреждении, что любой самолет, который поднимется в воздух, будет уничтожен, так же, как любое летающее средство, о котором я говорил уже буквально 10 минут назад. Ну, хорошо, так или иначе мы возвращаемся все равно к действиям администрации, причем видишь, вопросов у нас много, это у Трампа все было вроде как открыто, да, все, что он говорил, сливалось буквально моментально всякими этими несостоявшимися министрами обороны Украины в открытое пространство и так далее. Ну, так или иначе, хорошо, мы приняли звонок и тему в итоге продолжим. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, прокомментируйте, пожалуйста, мой повествовательный такой вопрос. У меня такое ощущение, что Украину готовили на захлане с 2014 года и как бы ее просто сдали и все, и никто не о чем тут говорить, просто сдали и никто не собирается за нее вступаться и как бы вот не о чем тут мне кажется детский сад заходит. Детский сад я лично не согласен, что детский сад, кто бы ее не сдавал, к чему бы потом вот эти все дальнейшие события, а именно санкции и так далее. Игорь, может у тебя есть мнение такое же или другое? На самом деле на этот вопрос я частично уже ответил в предыдущем своем ответе. Могу здесь продолжить, что вот все вещи, о которых я только что говорил, то есть вот эта вот тайна, которая окружала ответ Блинкина, молчание, которое последовало от Кремля после получения этого ответа, могут говорить о том, что там действительно были указаны какие-то условия, при которых Соединенные Штаты Америки и НАТО не будут вмешиваться в военный конфликт между Украиной. Опять же, повторяю, чтобы меня никто не даже не заподозрил в том, что я представляю какой-то интерес по отношению к России, я просто говорю о том, что это одно из возможных продолжений событий, которые начались в декабре прошлого года, даже, я бы сказал, в октябре, когда начали скапливаться войска, но я имею в виду именно дипломатические переговоры. А с другой стороны, я хочу напомнить такое высказывание военного стратега, на самом деле, первым он сказал китай Цун Цзу, а потом его более четко определил фон Кляузовец, что война это продолжение дипломатических действий иными методами. То есть, я не говорю сейчас опять, что Россия пыталась добиться что-то, у нее были определенные условия, и сейчас разговор не о том, насколько они были оправданы или наоборот завышены, всегда дипломатические переговоры ведутся на таком уровне, что обе стороны требуют чего-то большего, зная, что без компромисса договориться ни о чем просто невозможно. И, скорее всего, что в этой ситуации действительно оговаривались какие-то возможные шаги, оговаривались меры, в любом случае должны были существовать какие-то предложения со стороны Блинкина. Возможно, в ответе Блинкина, и здесь у меня уже есть какая-то более конкретная информация из довольно надежного источника, что прежде всего речь шла о том, что Соединенные Штаты Америки предоставляли определенные гарантии о том, что Украина никогда не станет членом НАТО. На самом деле здесь я хочу дополнить такую вещь, тоже немаловажную, что для принятия новой страны в военный альянс НАТО необходимо единогласное решение, то есть из 30 стран все страны должны проголосовать за эту страну. Если хотя бы одна страна возражает, то страну не принимают. Кстати говоря, подобная ситуация была именно в отношении Украины и Грузии в 2008 году, когда при голосовании две страны Германия и Франция проголосовали против. И вот здесь мне кажется, что тоже это достаточно показательно, что буквально за несколько недель до начала, до вторжения на территорию Украины, помимо Блинкина и Столтенберга, Лавров и Путин обсуждали эти вопросы сначала с Макроном, а потом с Шольцем. То есть как раз с главами тех государств, которые в 2008 году голосовали против членства Украины Игорь, ну еще тут существует же наличие внутренних конфликтов, как и в Грузии и в Украине существуют территории, которые, в общем-то, спорные территории. Ну, они не спорные, они, так оказалось, что они уже... я говорю с точки зрения России спорные территории. Ну, хотя, да, с точки зрения России они тоже не спорные территории. С точки зрения России полмира спорные. Поэтому здесь я имею в виду... Я бы не так сказал, Игорь, с точки зрения России полмира бесспорная территория. Хорошо. Смех смехом, но там, где ведутся какие-то, в том числе, и боевые действия, это же не подпадает тогда под натовский регламент принятия или что-то не так? Нет, во время ведения военных действий, по-моему, вхождение в объявление исключается. Ну вот, а оно есть фактически. Дело в том, что просто есть горячая холодная фаза, но территории, часть территории Грузии и часть территории Украины, ныне они как бы находятся под протекторатом фактически России, поэтому там невозможности и в этом есть. Ну, а в 2008 году этого еще не было, по крайней мере, в отношении Украины. В отношении Украины не было, да, но Грузия уже попала в эту... и против Грузии, и против Украины проголосовали против. То есть, на самом деле, если исходить из этого международного правила, для того, чтобы принять Украину в НАТО, надо признать Крым как суверенитет российского государства. Тогда эта статья отпадает, и Украина может входить в НАТО. Вот такое иезуитское дело. Хорошо, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Я бы хотел услышать комментарии под вопросом. Первое, я где-то видел, не знаю ли это правда, что где-то 80% украинских самолетов, они переброшены в Румынию. В Румынию или в Румынию. Если это правда, то почему они просят другие самолеты, почему они используют эти? И второе, почему американские самолеты или с Германии, или с Англии могут приземляться в Украине с другим оружием и там с процеданками, с ингерами, а почему самолеты нельзя перебросить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вроде второй вопрос очевиден, очень легко ответить. Давай. Да, но на первый вопрос в отношении Румынии, я думаю, что это сделано для того, чтобы таким образом попытаться сохранить военно-воздушный флот Украины, потому что если он будет находиться на территории Украины, то, как известно, одна из целей Кремля это деноцификация и демилитаризация, то есть уничтожение всего военного арсенала Украины. Если военный арсенал находится на территории другой страны, то это уже совершенно другое дело, тем более, что здесь опять речь автоматически включается пятая статья устава НАТО. Так что в этой ситуации, если это действительно так, я, например, об этом ничего не слышал, о том, что там находятся украинские самолеты, но если это так, я думаю, что это единственное объяснение, которое в этой ситуации может быть. Да, и американское вооружение и прочее, оно идет не напрямую в Украину, то есть не этими рейсами, о которых наш слушатель сейчас говорил. Да. Насколько известно. Да. Если вообще она идет, кстати говоря, в отношении... Если вообще нет, ну, джевелины и так далее что-то поступает, только мы, опять же, не знаем точно. Да, джевелины говорили о том, что вообще вот перед вторжением где-то в декабре, вот как раз когда начались какие-то дипломатические переговоры, то тогда говорили, что вообще Украина чуть ли не полностью заполнена всеми этими джевелинами и стингерами и патриотами, главное. На деле оказалось, что патриотов там вообще нет. Ну да. И, кстати говоря, при этом все вот это оружие, прежде всего это оборонное оружие, это противоракетные, противотанковые и противовоздушные предметы для защиты, а не для нападения. Это понятно. Так, у нас еще звонки, Сереж? Добрый день, пожалуйста. Алло, алло, алло. Да, слушаем вас. Я хочу просто добавить и напомнить, вот на Украине говорят, что закон как дышло, повернешь туда и вышло. Я напомню о сделке американцев, англичан, России по ядерной теме, чтобы безъядерная страна стала Украина. И Кравчук тогда так радовался этой сделке, но французский дипломат ему напомнил, что это бумага, которая может ничего не стоить. Теперь по поводу НАТО и законов. По закону НАТО 30 стран, я понимаю, сейчас они уже заговорили, да, и конфликтная страна там не может быть, это мы тоже слышали, но приехал наш министр обороны в Киев и заявил, никакой стране не может быть запрещено быть с теми, с кем она хочет. То есть это все одна и та же грязная политика. Хорошо, это слова. У вас есть вопрос? У меня вопрос. Напоминать надо людям, что голосовать надо все-таки за тех, у кого есть здравый смысл. Потому что память короткая у всех. Понимаете? А люди гибнут. Это выбор 100%. Спасибо большое. Надеемся, что в этот раз в ноябре у кого-то все-таки память не такой короткая, кажется. Давайте следующий звонок примем. Я вас надеюсь на это. Пожалуйста. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, вот сейчас ваше мнение я хотел бы услышать по поводу того, что говорят, что Украина должна создавать коалицию и никто не защитит. То есть нужно с кем создавать коалицию? Со странами НАТО? Так вроде бы как бы угроза так сказать со стороны так же, как и с самолетами. А с другой стороны возникает интересный вопрос. А что если скажем вот Польша и Украина создаст какой-то меморандум, там подпишет соглашение и объединится каким-то образом? Какой статус у страны НАТО? Она должна спрашивать разрешения, должны голосовать. При этом я хочу напомнить, что было объединение Германии. И что-то я не припомню, чтобы было какое-то соглашение там обсуждалось каким-то образом. Хорошо, спасибо. Игорь, как ты считаешь, такой альянс возможен в нынешних условиях? По крайней мере, я могу сказать о том, что по последним сведениям ракета была выпущена по украинской военной базе, которая находилась в 15 километрах от границы с Польшей. При этом на пресс-конференции НАТО заявили о том, что если хотя бы один снаряд даже случайный упадет на территорию Польши, то все войска НАТО выступят против России. Возможен ли договор альянс военный между Украиной и Польшей? Я в этом не уверен, разве что в том случае, если Польша выходит из НАТО. А если она является членом НАТО, то, мне кажется, устав противоречит этому. А кто может выступить в союзе с Украиной, это уже решать тем странам. Это так же как вопрос о Бардогане, почему он не поставляет. Не в этом, а в желании той или иной страны, так же, как войска НАТО, которые находятся на территории Польши, на территории прибалтийских стран, они находятся там не потому, что НАТО пришло к руководителям этих стран, а потому что руководители этих стран сами попросили об определенной защите со стороны организации, членами которой они являются. Игорь, у меня к тебе вопрос. Смотри, вот ситуация прорисована, Украина действительно один на один. Ну вот, упал тот самый снаряд, НАТО включилось. Как ты считаешь, есть насколько велики шансы, что этот диктатор, этот тиран и негодяй возьмет и использует ту самую кнопку ядерную? Я думаю, что шансы не очень велики. Я объясню, почему. Потому что на самом деле в любой стране даже самый неменяемый такой, как Иран, например, который еще, слава Богу, не имеет ядерного оружия, один человек не в состоянии это решить. То есть, насколько я знаю, для того, чтобы задействовать ядерное оружие, нужно, по крайней мере, три человека. То есть, один человек дает приказы, а двое остальных там что-то связано с различными механизмами и так далее. Ну, это понятно. Но, в принципе, не сам механизм принятия решения, а вообще возможность такого использования, ты видишь? Я думаю, что... Ну, вообще, российская доктрина, официально ядерная доктрина, гласит, что применение ядерного оружия со стороны России возможно, если стране будет угрожать серьезное, буквально смертельная опасность. Если ситуация дойдет до такой стадии, то российская ядерная доктрина предусматривает такой вариант. Кстати говоря, так же, как и американская. Да, но тут еще очевидный момент, что если такой условный снаряд попадет, то вся пропагандистская российская машина тут же скажет, что это украинцы сделали, дабы включить НАТО во все это дело. Ну, мы знаем. То все, что угодно может быть. Понимаешь, пропагандистская машина может в этот момент уже перестать действовать, потому что там будет запущена ядерная ракета, то ответный удар тоже будет нанесен. Это очевидно, в этом-то и весь страх, собственно говоря, на этом и жиждется теория и стратегия ядерного оружия. Хорошо, так и подошло время. Спасибо тебе, что был сегодня с нами. Спасибо всем, кто слушал нас. И буквально через течение часа вы можете на ТВ-клубе посмотреть анонсированное мной интервью с Сергеем Лойко. Спасибо и до новых встреч.